Конечно, мы не все знаем об этом новом вирусе. Десятки вопросов и развернутые ответы. Все мифы вокруг коронавируса сегодня развенчивают в режиме онлайн. Инфекционисты и главный эпидемиолог республики. Человек пришел с улицы домой. Что помыть? Руки, нос, глаза. По приходу домой необходимо сменить одежду. Сразу же необходимо помыть руки. Не будет лишним обработанных стих кожным антисептиком. А еще снять медицинскую маску. Как отмечают медики, здоровому человеку носить дома ее бессмысленно. Другое дело на улице или в офисе. Но и там менять через каждые два часа. Главное требование маску обязательно носить в местах массового скопления людей. То есть в помещении она уже должна быть на лице. В том числе и для того, чтобы не прикасаться к нему руками, какими бы чистыми они не казались. Даже эти простые меры реально помогают в борьбе с пандемией. Тем более сегодня, по данным медиков, в Татарстане стадия подъема заболеваемости. Зарегистрировано и лабораторно подтверждено 50 случаев коронавирусной инфекции в республике Тарстан. В настоящий момент все заболевшие проходят соответствующее лечение. Около 2000 человек находятся под медицинским наблюдением. Те же, кто уже выздоровел, вряд ли смогут снова заразиться. По данным медиков, почти во всех случаях человек приобретает иммунитет. Заболеть повторно коронавирусной инфекцией можно лишь когда. Если имеются какие-то проблемы с иммунной системой, если вырабатывается ненапряженный иммунитет. Пишут о том, что больным коронавирусом переливают плазму вылечившихся. Если использовать плазму крови людей, переболевших новой коронавирусной инфекцией, пациентам, которые находятся в тяжелой форме с этой инфекцией, то это может оказать существенный терапевтический эффект. Медики утверждают, коронавирус может протекать и бессимптомно вплоть до двух недель. Поэтому сейчас бесплатно тестируют прибывающих из-за рубежа. Всех, кто с ними контактировал и пожилых с признаками ОРВИ. Остальным категориям это на добровольной основе. То есть сейчас вопрос, конечно, решается. Привлечение частных медицинских организаций. Медики пока не обозначивают сроки, но речь идет о тестах экспресс-диагностики коронавируса. Среди тех, кто сможет их проводить, медцентры и лаборатории. Рамиль Шайдули, Назад Самигулин, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok